в лес поедешь лес лес место место пол молодец место а мы лежи хорошо умница здесь на перегарать я вообще жопа тут махарка сколько стоит тридцать два рубля в рот упаковке по 40 нахуй нужно Давай шустрым. Ещё съездим мы до избушки, посмотрим сейчас на тачке сколько проедем, там возле дороги бросим и по тайге не знаю часа полтора-два идти Герцогина флор, элитная махорка, всё давай поконимся. Ты когда бухнуть уже успел, а? Я ж тебе говорю, утром встал в пол седьмого, будильник я убедил, у меня в бокале полный бокал вот так пиво стало, я вчера обновил и вырубился нахуй, ёбки, и вот сейчас утром встал, пьёбнул, всё, не пил ни хуя. Ну чё, хорошо тебе так стало? Ну нормально одно с другом, много не надо нахуй, ёбки, вот пиво попил, всё, заебись, блять. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Конец Так зажигалки. Ладу выпускай. Лада, приехали. Дичь, дичь, вперед, вперед. Сейчас засекем без 10.09. За сколько дойдем до избы? Время без 10.09. Здесь какой-то осенью ставили петли мы, да? Ну, у нас заходит чуть-чуть подальше. Когда в избу на дня три идешь и на обратном пути проверяли осенью, что он не испортится. Там даже если в тот же день попадется. Сделаешь все. Как все это самое готово будет, можешь еще на ящик рассчитывать. Та зеленая нива выручала нас, да? Красота. Таежная. В дорогах вон зарастает все. Деревцы, деревцами. Вон уже посередине дороги вылезают. Да, вылезают вообще. Это пипец. Если не ездить, не чистить, не топтать, да? Да, да. Через лет дым не проехать, не пройти. Ну, пешком только тропа останется. Да, и все нахрен. Вот ручеек, который впадает в ту речку, в мост, да? Все развалился. Вот этот ручей впадает. Ну, где-то он побольше, я по нему тоже ходил. Там два хариуса поймал до той речки, куда нам надо. Здесь, в этих краях, помнишь, там куча говната медвежьего? А, ну, да. Это он, походу, за мной шлепал, когда я один шел ночью. Потому что здесь, когда, помнишь, давно в избе-то сидели, выстрелы-то один за одним, с двух словки. Да, да, по дороге. Дудух, дудух. Там раз перезарядился, дудух, дудух. Опять дудух. И так, короче, вообще, блин. Я фиг знает, все патроны он настрелял, походу. А потом на следующее утро встретили охотника мы здесь. Он тоже слышал это аж с деревни там, тут. Которая ближняя деревня. Ну и это. Ну, походу, медведь привязался. Мы и следы видели медвежьи, такие некрупные. Видать, тот со страху. Весь патронтаж шел, выпускал, блин. А тот за ним плелся. Провожал, нахрен. Со своих угодий. Поймал, не? Не поймала. Поехали мы до пятака. По традиции у нас здесь место перекура. Сейчас посмотрим, сколько мы уже идем без остановки. Ну, еще, короче, где-то с километра и уходим вообще в дебри. Тут еще, как бы, такая старая дорога. Не знаю, куда она шла. Ну, как обычно, лес, наверное, вывозили. Так, 9.27. Вышли мы без десяти. Ровно сорок минут получается. Идем. Сейчас тут перекурим. И все, где-то около километра. И в сторону избы по буреломам пойдем. Фу. Че? Фитер где-то в этой стороне. Оставишь? Конечно, нихуя, жарко. Ты че, блядь? У меня уже весь бок не нахудел. Я уже, блядь, куртку не садил бы. Сейчас точку поставим, где-то свитер. Ну, вдруг будем выходить с реки в другом месте. Так-то, если по дороге, понятно, что нет. Так, что-то не может найти нас. GPS включен. Нашел. Так. Так, район избы. Нет, что-то пока не соображает. Сейчас, может, надо одуматься, я не знаю. Телефон новый, я закачал сюда локус. В том у меня были и точки, и треки. То есть, ну, как бы, что-то форматнулась карта. И здесь все по новой надо будет ставить. Не показываю вот эту стрелочку, где мы почему-то. Как ее сделать-то? Я уже забыл. Три месяца не пользовался. Компас. GPS. Спутники. Карта недоступна. Почему недоступна? Bing. Да. Странно, блин, тупит, короче. Ну, это мобильный интернет не нужен. Геолокация, может, для карты не это. Да, что-то вот, блин, давно не пользовался. И пипец, что-то туплю. Включите, включите GPS. Включен же. Куда она полетела? Да. Так, ничего не понимаю, блин. Менеджер карт. Странно, блин. Ладно. Просто сейчас пройдусь, может появится этот. Нет. Ничего не понимаю. Карта недоступна. Почему недоступна? Очень странно. Что-то, короче, глюк какой-то. Эх, блях, и муха. Мы же поставим свитер. Пусть хоть карта не та самая, слои не показывает, но все равно будет эта точка сохранена. О, появились мы. Вот мы точно на этом пятаке. Нам туда. Все, одуплилась карта, короче. Вот мы здесь, это дорога к речке. Вот речка. Нам идти дальше, в сторону избы. Это вот. До сюда. И вот даже видно маленький пятачок, избушка. Вот она. Заработало. Даже показывает, в какую сторону мы идем. Нормалек. Когда еще не было навигатора, мы там делали зарубки. Но сейчас попробуем, спустя, нам такое время, найти их. Но они по-любому уже там выцвели, заросли, там хрен поймешь. Ну-ка на этой березе нету зарубки. Помнишь, мы делали зарубки? А? Нет, нет, нет. Значит, дальше. Просто хочу ради интереса, найдем мы зарубку или нет. Смотри, зарубки поют. Потому что, судя по навигатору, уже заход где-то здесь. Вот на этих посмотри. Вот, на ближних нету. Ладно, пошли. А? Нету зарубок где-то. Вот заход. Вот зарубка. Ну, заход я и так узнал, а вот зарубка. О! Вот она. Слушай, ну что, пойдем до избы или пойдем как в тот раз прямо до верху и спустимся до избы. Там же идти по идее это не так уж много. Судя по расстоянию, что я сейчас вообще скажу. Вот этот заход здесь еще. Так. Что-то не показывает километраж. На стройках нету. Или пойдем вот туда, помнишь, куда мы троян-то ходили? Спустились и спускались до избушки. Или мы спустимся здесь и пойдем, блин, до этой, а потом обратно возвращаться по этим же кустам. Нахрен, лучше по нормальной дороге пройти? Пойдем по дороге. Либо спускаться здесь и подниматься уже вот там вот. Ну, по этой фигне. Как сделаем? Пойдем прямо лучше. Там дорога нормально, такого уже болота нету. Пойдем там. Спустимся и будем идти в сторону избы. Да? Да, да, давай. Сейчас я точку поставлю, пока я вижу избу. А то я говорю, все снесли. Изба. Надо было вызбранное. Ну, ладно. Все. Вот. Ну, это точно она, потому что там ну, голая, видно, что это. Ладно, короче, идем тогда туда, да? Да. В избушку, может, пошла? Да, наверное, наверное, не будет. Она, может, и в избу по дороге поперла? Нет. Я подумал, что она вызбала. Но. Дорога полностью. Придет, пошли. Сейчас выпрыгнет, откуда тут. Куда побежал? Мы не в избу. Да, она вообще вроде с другой стороны вылетела. Да, конечно, ладно. Как все уже поняли, короче, мы решили идти сначала не до избы, а подняться в верховье. Это практически, где уже эта речушка просто превращается в ручеек, где, ну, ловли уже нету. Может, и дальше там где-то есть? Нет, есть. Большая река Сапью. То есть, ну, как бы, до туда 20 километров вообще, если вот по этой дороге идти. Вот, поднимаемся повыше. Мы тогда там нормально, кстати, наловили. Попали в дождь, промокли, блин, прям вот до трусов. Ни плащи, ничего не спасло. И будем потихонечку спускаться до избы. По речке и дойдем до уровня избы. Поднимемся до нее, глянем, потому что не были с того года. Сезон в этом году у меня открыт в конце сентября с этими югами. Ссылка в описании, блин. Как я там провел время, что повидал и что поглядел. Вот. И потом уже на лыжи домой нахрен. Натираешь ногу? Не, не натираю, а слазит. Так. Мы вот здесь. Сейчас уже будет заход, но это не тот, который нам нужен. Нам нужно вот за этот поворот вот сюда, вот сюда и вот по этой вот по этой дороге еще где-то километр, наверное. Вот она, речка. Вот где этот ручеек. Вот ручеек, вот речка. Все. И спускаться вот так, вот так, вот так, вот так, то по реке вот до сюда. Вот такой маршрут у нас предстоит. Иди сюда. Хорошо, да? Давно так не гуляла, а? Вот скажи правду. Давно не гуляла так. Лада, ищи, 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 дичь, дичь, дура. Ты бестолковая собака, Лада. Только двор охранять, лаять, бля, среди ночи, на каждый шорох, бля. Ищи, дичь, ищи, вперед, вперед. Да нету его же здесь. Глупо. Пошли, вперед, ищи. Вот, все, дошли до захода. Сейчас нам где-то с километра до речки. Сейчас перекурим здесь, посидим. В пути уже час двадцать. Ну, еще по буреломам, блин, сколько километров. Фу, все, короче, да? Перекур. Что, устала тоже, да? Устала. После таких-то, отпуска такого, трехмесячного, не ходила никуда, в тайгу, блин. Дальше булочная, никуда с хозяином не ходила, а? Ладно, ну, а что там, блин, на полчаса? Утку поймала, нахрен. Утку? Ну, пусть так, нахрен. Да, поймала, блин. Не, ну, вытащил, он, едва, жрать, нахрен. Не, 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 а, нет, запишем трек, потому что здесь вроде тропинка, тропинка, а потом чаще дебри, и в ли, нахрен, чтобы на будущее знать. запись трека, ходьба, поехали. Все, пусть пишет прямо до речки, у нас это, будет записан трек. Посмотрю, что-то у нас видно. Все, трек пошел. И запишем весь маршрут, сколько от дороги до этого. Он сейчас в фоновом режиме будет работать. Главное, не забыть выключить, как это иногда бывает. И потом, чтобы если что, спокойно по нему можно было выйти оттуда, если вот как бы по речке будем идти. Погрешность есть, вот показывает, как будто мы рядом с тропой идем. Ну, это что, понятное дело, без этих. Какое-то болотце. Скорее всего, топкое, да? Уйдешь и все. И тебя никто никогда в жизни больше не найдет. Все, короче. Идем уже в сторону реки конкретно. Вот по таким. Уже все заросло, старая дорога. Здесь деревья вон какие. Приходится пробираться. Старая-старая колея. Костюм. Воду держит, влагу ништяк. Тут все елки видно. Мокрые. Я бы уже был сырой. Но, нифига. Все хорошо. Телефон тоже не пройдет. Вода не подталкивающий. Что? Драк пишется. Пройдено еще меньше полпути. Что-то встало. Что-то бухает. На глушняк все заросшее. На глушняк все заросшее. По спутнику показывает, что это дорога. А она ее здесь нет. Есть колея древняя-древняя. Вон посередине колеи уже сколько лет этой дороги нет уже. Вот так и пробираемся. Пробираемся потихонечку. Без спутника здесь сделать нехрен. Это вот так вот зайдешь и пипец и не выйдешь. Никогда, блин. Ну, если только по речке. До речки и понятно, что любая речка там впадает в большую, а вдоль большой всегда есть деревни. Ну, блин, это вообще... Вот идем по болоту. Сил, конечно, много забирается, потому что буреломы, болотца, проваливаешься. Опа. Речка уже недалеко. Даже я вижу просвет. Сейчас посмотрим, сколько трек запишет. Включусь на речке уже. Там какой-то еще хуже болотца. Низина. Ну, это вот перед речкой всегда так, блин. Это херня возле нее. Я говорю, без спутника здесь делать нехрен. Да, это добрались. Этот ручеек впадает более вот эту широкую речку, которую нам надо. Так, вот он, да. Впадает, мой на той стороне тоже там еще ловил, там брал хариус. Все, дошли. Менеджер треков. Так, о чем пишет, как его установить-то? Блин, вот реально забыл. А, вот, вот, так, добавляем, нет, оп, стоп, пишем, до реки, до реки, ходьба, до реки, о, все, посмотрим. Ну, блин, 1,3 километра, 22 минуты 50 секунд мы шли. Подробно. Так, время трека, да, полчаса, короче, километр триста, тридцать, мы прошли за полчаса. Средняя скорость три с половиной километра в час. Так, потеря высоты минус 86 мы спустились, где включились, вот, на 86 метров мы, получается, ниже того места. 715 метров вниз ушли. Так, максимально. Ну, все, короче, трек у нас есть, все, сейчас перекурим и поперли. туда уже перелазить не будем, хотя там тоже нормально есть амуток, но у нас времени нету, все, по этой речке будем спускаться до избы. Фух, да, выручает, да, локус? локус выручает. Вот, пока разложились, все еще здесь стоим, закурили, покурить спокойно, уже вяло-вяло что-то клюнуло. Слабенько, совсем неохотно. На поклевочку я уже видел. Нет, все, не хочет, вот раз чуть-чуть клюнул, сладенько. Ну, все, короче, трогаем, спускаться по речке, по течению, в сторону избушки. Впереди много красивых, хороших мест, перспективных. в этом ручье. Погнали. Куда не спуститься, кинем сверху. Много мест, конечно, где вообще не подойти, блин, не подобраться. Так. Даже не дотягивается столько лески. Ох, ушел. Стоит, хорюсок, стоит, есть. Смотрим, одиночные они или не одиночные. некрупные, клюнул. Зацепился, больше не хочет. Есть лесная речка, блин. Тут зацепишься, тут, там, прицепишься, блин. Крючок запутался. Йок-макарё, поплавок, Берет не жадно, но берет, блин. Я еще ни одного не поймал, конечно. Неудобно здесь закидывать. Идем, другое место. Добавил глубины, вижу, поплавок лежит, блин, практически на дне. Ну, все, раз, цепанулся, ушел и больше не хочет. Губина совсем небольшая. Пойдем, поищем амута. Еще одна попыточка здесь. Да, да, нет, нет. Все, здесь не хочет. Попробуем. Главное не шуметь. Пошумишь, сразу убегает. Мелко, конечно, в этом году вообще речка обмелела. В прошлом году в это время воды было больше, Юра? Сейчас будем искать его. Тут одного, там другого, другого мутка, пусть даже одиночный, но пока будем спускаться до избы, думаю, что что-нибудь наковыряем. ручей вообще обмелел, конечно. Вода чистая. Сейчас мы будем спускаться, оно все будет глубже и глубже становиться. Я говорю, чем в Верховье, там ручей все сужается, сужается. мелко, очень мелко. В intocu. И. М is. 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 М из. М, это не прогнатие. это не tempting. М, это не reduzные слова. Как я уже взл分. М, я даже не tugаю. М зап moi, насчет не будем терять время по так вот приходится лазить поиска харюса никакие яма упадешь на ногу сломаешь это мелочка харюс обычно берет мощно это что-то какая-то фигня наш гальян это не то она трава это бобер или кто-то на игры нет харюс не играет вообще не плещется кто-то что-то повел ну блин что-то я не похожа на харюса харюс если бы бахать все пипец по адскому это как будто гальян балуется была поклевочка то самое стаек нету и такие вялые атаки блин да ну ладно мы не сдаемся все равно что-нибудь да выводим и не играет совсем не играет нет игры не активен плюс вообще конечно мелко он я вижу даже червя на такой глубине бен 20 сантиметров дно верни ну ладно будем сейчас искать более глубокие места обмелело короче мелеет я буду обойду вот так приходится лазить так где-то что-то сыграло как будто мне показалось как будто плескнулась мелко-мелко какой-то маленький жиганчик или гальян блин скорее всего гальян потому что харюс уже бы съел нахрен не нужны все при лягке страны тут и глубина до 15 сантиметров процентов гальян гальян блин они у вот это харюса часе гальян вот это вообще хороший харюс был вот он стоит вон он играет выход мелководья в комнату на течение вообще глубина 10 сантиметров у меня 15 это не он это уже поменьше блин чё крючок шляпа или что вот течение глубина буквально 15 сантиметров выход комнату вот он тут это не знаю тот же или нет поменьше вот это значит первый как обычно берет крупный потом вот эта стайка по очереди стоять крайне неудобно обрыв можно навернуться глубина община 15 сантиметров вот он на выходе дважды вот еще один еще один еще один самый первый это был самый крупный это даже не этот он не попался поменяю червя через мертвых берет берет даже цепляется за дно так мелко все куда-то ушел по ходу или червячок не понравился все заменим свежего иди сюда папе кошки сойдет здесь я говорю то есть ну не надо там обсуждать вот таких маленьких берете здесь они вообще по стандарту же ганчики все тут крупных ним не бывает ну бывают редкие экземпляры такие вот прям какие по закону блин положен здесь их нет все больше не хотят это был наверно самый маленький которому достался уже огрызок сейчас перекурить поскольку спокойненько заменю червячка на свежачок и это дальше амуток пробьем вот глубина покажу 15 сантиметров такой глубине сейчас еще раз по свеженьким здесь в это же где трех достали проверим если нет то все идем до омуток ну вот комутку говорю настолько мелко здесь что за дно цепляется все вот здесь три штучки значит получается и стояли пробиваем каждое доступное место где можно подойти нету потому что если есть он берет сразу же без раздумий чел брать короче в омутах нету а вот где небольшое течение мелко или показалось ну а поклевочка стах стоит прямо блин посреди коряжек вот этих вот оттуда в обону я его вижу небольшой не крупный пробуем засечь показался а потом потом вот еще уменьшим глубину вообще 10 сантиметров глубина он вышел-вышел-вышел-вышел-вышел-вышел но червя не взял мимо прошел мимо червя прошел сую подносу не хочет попробовал все так пробуем он насадить опарыш не знаю на камеру видно не таки коряги он прямо стоит над корягой и его не видно он только когда с нее сходит за червем видно движение сейчас попробуем короче вообще куда-то пропал ушел нет кружит но опарыша не берет парыш вообще не нафиг обратно насаживать вот он засранец червяк ой опарыши короче не берут в еще раз 150 раз этот 150 раз убеждаю что блин ни хрена этом хорю любят опарыш не нужен кому точек стайка здесь собралась вот тут и поглубже все мелководья как бы закончилась вот он кружит наберет вяло сейчас попробовал и ушел нету такого что жадностью мы ребята терпеливые хорошенький 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 сейчас еще раз туда закидываем короче тут небольшая стайка спасется на камеру не видно я вижу даже как он подходит но пузиком этим своим сверкает для неудобно запутаешься попробуем 1 что любых вот подошел уже хорошенький стайка стоит здесь таких немаленьких приличненьких ребят глубина такая же 20 сантиметров но здесь поглубже я уже не добавляю чтобы на хрен лишний раз не зацепится на динфлям атакует снизу бух вверх когда у него жор есть нет 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 нету на течение ликвидировали здесь всех можно идти дальше здесь попробуем дно вижу сантиметров может 50 пару коряг может под ними стоять или около них хорошей хорошей блин почему он в мутах не стоит а блин вот на течение таком на коряжках один стоял судя по всему еще раз сюда уже вообще такое течение мощно но блин раз он стоит на подобных местах грех не закинуть не зацепиться крайне неудобно это делать но добыча хариуса в наших краях так и происходит происходит здесь нет лишний раз рисковать не буду по сто раз закидывать не зацепился пронесло и хорошо снасти конечно есть запасные ура смотри не грохнись помнишь тут не пройти здесь нет как будто ты помнишь на ходу обойдем кугаля вот коряжка хорошая блин чай то не взяли да хорошо бутерброды закинул ну ладно чё на сушниках так у червячка заморить соли нету он может было хариуса раз подсолил съел вкусняшку эту конкретные коряги там зацепиться 5 секунд и дружок там стоит уберет вяло блин не так по бешеным он сейчас распробовал сейчас бабах не и все и и и и А это листики, думал сыграл. Хороший, камеру не успел включить и бабахнул уже как настоящий хищник. Прямо сразу треснул, даже не успел врубить камеру. Спустя 3 минуты как я закинул, сразу была атака. Сразу атаковал. Доставай, хоть по бутику сделай, а я пока здесь покидаю немножко еще. Не успел камеру включить, сейчас повторит. Не крупный какой-то, но задолбал. Че, бутик давай, не упади. Там еще сушки я взял. Колбаску с хлебушком перекусим, сухой мяткой. Так, пока перекусывали, я достал еще одного, не мог включить камеру. В одной руке бутыброд. Юрке тусанул, он цепил, сейчас его закинул, доел. И опять все равно здесь берет. Такого достал приличненького. была опять покрёвка. Опять мелко. Опять течение. До дня всякие коряги. Вон коряги, вон коряги. Вон под ними стоит, или над ними. Сверху не видно. Вон как-то шевелится, начинает прямо к корягам. Черви задевают дно, поплавок еле идет мелко, еле пробирается. Убавим глубину чуть-чуть. И по второму заходу, чтобы как бы на плаву шел, играл. Тоже хороший омуточек. Вон какие коряжки, ох. Дубину добавлять пока не буду, дерево не подъемлено. Вот туда, опа, мелко, поплавок задеет дно. Глубина, блин, 20 сантиметров и мелко. Сыграл под тем деревом, но мне придется обходить немножко, ладно, что здесь покидаем. Здесь должен стоять. О, о, это уже поклевка. Это уже поклевочка. Некрупный. Пузо вижу и вон подходит. Давай, 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 родной. Некрупненький. А где не крупный, там и крупный, да. Сейчас крупный увидит, этого выгонит. Чуть-чуть подразним. Сейчас глубину чуть-чуть, капельку добавлю. Не шуми, медведь. Не шуми. Кто-то любишь, блин, наступить на какую-нибудь, знаю, березку, которая в воде лежит. Что-то мусоль, это вообще сипелявочка какая-то. Что-то туда прямо, опа. Подошел, подошел, подошел. Маленький. Вяло берез. Бывает подносно подсовывать этого червяга. Когда у них жор, блин, активность, они, конечно, фу-фу-фу-фу, за полметра увидел, прыгнул, а тут прям поднос суешь. Вот, блин. Не знаю, что там инстинкты срабатывают, кинутся. Еле-еле. Пробует и отходит, блин. Не знаю, что там за чудо, блин. Рыба. Ушел. Ушел. Ушел, родной. Блин. Не могу достать. Червь большой, что ли, или что? Неправильно берет. Давай, 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 разрешайте. Давай. Опа. Ушел. Сразу следом берет либо он, либо, блин, тут стая. Бляха, муха, да что такое? Хорошенький. Судя по всему, это он был один, потому что все, не берет. Из воды вылез и все, сейчас уже брать не будет. Опять в коряжничек тот закинул. Ладно, тут тоже не хочется. Вот там, вот там вот и было замечено движение. прям под той корой, вот под этим бревном. Нету, ушел, значит. Не стал дожидаться меня. Нету. Еще одно перспективное местечко. Тихонечко прибираемся сюда. Вон там такая коряжка лежит. О, я же говорил. Опа. она это коряжки стоит давай смелее блин уменьшую глубину пофиг все внуки нет выйдет со дна среди коряжек всяких кидаю он не хотит вот тут прямо сыграл переносом переносом сыграл не хочет могу пройти мимо него может тут прячется нет не хочет так меняю короче червя уже три схода блин вот зашли на мутак такой прекрасный должен здесь быть он есть надо поменять червя что-то у меня слишком для питон что ли такой фиберный заменю червячка нас вижу кто сразу оба нас вижу чёщик сразу кинулся стоило только зави так отдай себе давай сюда хорошо по-любому такой перспективный так смотрим сквозь эти травки посмотрим сколько их здесь опять немножко или блин стайка так стайка потому что омут вообще приличный и глубина хорошая вот здесь мне кажется хариус не зимует блин да промерзает река уходит большую реку а или есть находят здесь и яма как думаешь зимовальной кто один раз такого омута что ли пипец проворонил хорошенький хорошенький вижу сверху короче сыграл хариус и пошел к дну тихонечко вот закидываю туда и вот он я там его видел он так как акула тихонечко вообще не плывя просто вниз так сначала он плеснулся ну засранить давай вот он тут где-то стоит балалово вон давай давай не стесняйся бабахай уши ешь это все тебе полностью опа есть кусочек есть рыбка ушел череп длинный пусть заглотит его проглотит там давай 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 лопать вот откусили откусили червячка следующий заход должен сидеть на крючке сейчас мы пока того проглотит она грызок не хочет и забросился в то же место где ушел ну сорвался не хочет больше брать так ну ладно чё идем дальше омут хороший конечно можно тут еще блин покупать но ладно если бы мы будем шли бы до избы там бы ночевали это другой разговор а нам еще потом от избы шуровать время у нас час нормально посмотрим где мы находимся сейчас пока сообразит опять он долго думаем да что-то тупит надо то ли обновить приложение то ли это на другом андроиде у меня так не тупило это понятно что мы дошли до сюда сейчас там и где короче gps здесь работает не очень у этого телефона судя по всему потому что блин фиг знает где мы находимся даже ладно пусть поработает может сообразит мы потихонечку спускаемся опять была поклевочка ольга спускаем а ну да спускаемся кидается крутится возле червячка сейчас чуть-чуть добавлю глубину здесь вроде бы даже дно не видно выключил камеру начал открывать пока включал короче отвлекаешься он уже сбежал вот он вот на протяжении минут 30 идем кто не берет ну где можно закинуть но тут мелко то есть как бы 30 минут уже не видел не прошло и полгода ой съемки прекратил потому что села короче камера повербанк полностью был не заряжен насколько хватило поснимал добрались до избушки так просто проведать потому что я здесь не был целый год все нормально вообще никто не приходил все как висела так и висит суп пачковый красный перец бич пакеты гречка чай все есть юра чё там спать что ли пошел кимарнуть так что съемки на этом пока заканчиваются закончились вернее здесь все как и было как летняя кухня столик там продукты у нас железная этой фигни удочка дежурная он стоит на всякий случай в том мешке калина блин еще когда на рябчиков петли ставили все сейчас небольшой перекур и вперед чтобы до темна выбраться нам до тачки да ни хрена не поменялось касаемо хариуса короче наловили покажи сколько клевала нормально дошли уже где там нифига не мелководье ну очень много за год завалов где мы шашли вообще просто никто видно не ходил мы как первопроходимся вот стука открою чё-то блин столько у нас корюшку успока здесь килограмма 2 есть нормально открыл сезон люди уже закрывают а я открыл все перекур короче стартуем вот и говорю мы целый год здесь не были канистре даже нет воды потому что на зиму выливали в том году перед зимой все короче дальше в путь дорожку да лада покажи ты кого ну ка дай лада дай фу вот с ней на ход рябчика ебанула молодец хорошо ну на охоту с такой собака пиздец она у тебя заберет и я хочу потрогать теплый он или нет вот и наступи на ногой ну ладно она поймала вот час походу пусть свежим и же шли не было бы бахнул рыбца короче не пропадет в лесу но блин тебя тоже с голой жопой оставить вот волка ноги кормят короче нам осталось немножко до этого пятака где юрка свитер оставил там перекурим и дергаем короче все до машины но это еще час ходьбы ноги не ходят поясница гудит вообще с непривычки в путячу нормал или ноги чё немножко блин меня вообще блин короче позади получается ну плюс еще он сколько километров километров 15 мы натоптали но блин с непривычки с этими отдыхами трехмесячными это можно умножать на 2 блин на какой на 2 блин в кубе потому что пипец ну ничего хоть похудею немножко сейчас придем растопим баньку снимаю на свой повербанк в 13000 ампер ник он тут еще блин 70 процентов хотя уже три дня не заряжаю его навигатор ехал сюда включен был потом подключена экшн камера ну как это приложение чтобы с телефона управлять плюс этим картой сколько пользовались с утра и сейчас снимаю видео 65 процентов точно там есть не вижу сейчас свитер на месте в юрке фу вот мы на этом пятачке от реально говорю у меня сапоги как будто весят блин килограмм 30 каждый вообще просто ноги не поднимаются те буреломы блин я уже фиг на ели их перед так и перед так и это поднимал поясница пипец нагибаешься еле назад разгибаешься сейчас закупим баньку и всю усталость не ой муха надо живет там своего рябчика я беру вот я нее не учил вот этому как бы нам охотно охоту не ходили чтоб там не трогать ну тем более она сама поймала ну я не знаю как охотники когда собака сама ловит разрешают жрать или ну то есть собака блин оставляет им я фиг его знает это кишка будина короче треплет короче его даже с юркой не поделилась ее и не видать пока все не съезд до последней косточки не придет обожралась блин лежит у нас пузо толстая стала ой ой еле встал бляхом ухо ну все короче трогаем на тачке иди воды пейлю живу же бабахнув все съела и прибежала все надо брать себя в руки и дальше игру ноги еле волочится сейчас хоть слава богу тут как по асфальту не без всяких этих препятствий короче мы с юркой полумертвые на тоже до прошли мы короче больше пятнашки я тебе говорю километров 20 еще без отдыха без них вина мы в избу когда так далеко уходим мы не устаем потому что мы там ночуем понимаешь перерыв а тут мы за раз блин двадцатку я еще вообще с непривычки да ты-то тоже засиделся ты без меня не ходил так далеко на короче сейчас баньки попаримся у нас и жарится париться я кашеварю юрка печка века не делится учетом нормально температуру же не можно еще на крайняк пару этих брикетов там сразу жар дает мощный я чувствую все дожариваю у нас будет тушеная картошечка нужен попаримся я пару раз то бабахнусь нормально гляну щеки вези топятся коп юркете здесь все хиты девяностых кассетники и говорим картошечку с тушеночкой юрка занимается банькой я вообще ног не чувствую с непривычки баньку баньку пивандер нас мало солочки осталось сейчас будем вот это да короче после юга ну вот это я думаю с этим связано я долго не мог пропотеть вообще сейчас нормалек второй заход уже с веником нормально попарился тут цветочки какие-то искусственные привезла бабах не мало солочки ноченым рыбакам зря ловили что конечно тут насолил гран поэтому души у нас завершающий маневр сегодняшнего вечера сегодняшней рыбалочки хроники чё давай делай банька конечно вообще блин спасла не просто поясницу все отпустила ноги были заходили щека их на холодец юру не ну так чуть-чуть конечно болит ну видать в бане это расслабляет мышцы и ништяк ну короче сегодня вечерок вообще в целом день прошел просто отлично отлично кушаем завтра надо в город правильно юра ничего себе ты вот те даже говорить не надо уже это самое вообще ютубе учет заметил по этой синьки вот как приехал короче с юга я вот первый день с васькой выпил может вообще не надо лупить вот как раз так климатизация знаешь вот этот день-два там я ходил глушен и целые сутки эти говорю ну вообще считай вчера вот посидели да когда я только приехал нормально же тоже по ну в бабах или я стал блин как гаурец ну и заметил что головные боли у меня головные боли вот которые были до юга их таких вот нету сильных не знаю может еще это все впереди она посмотрим добавки ложи себе ну по большому счету мы вообще сегодня ничего не ели по 2 бутерброда блин в лесу ну да и что может ничего не ели пока что в доме ну да ну 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 ну